Доброго времени суток, друзья! С вами Стюарт Рич, и это четвертая часть по виртуальной студии ударных инструментов под названием Edictive Drums 2. Из всех частей это является самой короткой, и в ней я покажу вам вкладку под названием Beats, а также так называемую карту инструментов. Вкладка Beats представляет собой набор библиотек ударных партий различных музыкальных жанров. От классических и заканчивая современными. Для примера я выберу библиотеку American Rock, и в окне слева отобразились все ударные партии и их составляющие из данной библиотеки. Для того, чтобы легче отыскать необходимую ударную партию или ее составляющую, есть несколько фильтров. Фильтр по стилю музыки, по категории, по темпу, по тактовому размеру, а также целые песни, либо филы, ну то есть составляющие. Также здесь присутствует встроенный редактор ударных партий, в котором вы можете редактировать параметры Velocity Note ударной партии, делать акценты на восьмые, либо на шестнадцатые ноты, а также регулировать длительность пауз между нотами. Также редактор позволяет менять громкость нот каждой группы инструментов. Но использовать встроенный редактор я бы посоветовал только тем, кто пользуется Addictive Drums 2 в стендалон режиме, то есть в автономном, без использования цифровой рабочей аудиостанции. Все остальные действия лучше проводить в последней. На моем примере это Full Studio, и лучше на примере Full Studio редактировать ударные партии в пиано ролле. Чтобы это выполнить, необходимо перенести ударные партии из вкладки Beats, из библиотек в пиано ролл. Делается это простым движением мыши, то есть перетаскиванием из окна выбора во вкладке Beats в пиано ролл. Теперь перейдем к такой опции Addictive Drums 2, как карта инструментов. Это вот данное окно под названием Map Window. Карта инструментов позволяет назначать за клавишами пиано ролла определенные инструменты. Продолжение следует... А также выбирать карту инструментов для электронной ударной установки, которую можно подключить к компьютеру и использовать в качестве источника воспроизведения звуков ударных Addictive Drums 2. Редактирование карты инструментов производится простым движением, то есть перетаскиванием. Если вы хотите удалить какие-то инструменты, закрепленные за клавишами, просто перетаскиваете данный инструмент за пределы изображенных клавиш. Если хотите добавить, вверху слева выбираете необходимый инструмент, в центральном окне выбираете сэмпл инструмента и перетаскиваете на изображение необходимой вам клавиши. В принципе, это все, что я хотел показать вам сегодня. В завершении видео ознакомлю вас с теми презентами, которые я создал для Addictive Drums 2 и с которыми я работаю. Всего их 4, 2 акустических, 1 смешанный и 1 электронный. Сейчас я поочередно продемонстрирую вам, как звучит каждый презент. В описании под видео будут размещены ссылки и вы сможете скачать любой из понравившихся вам презентов. Имейте ввиду, что во всех презентах отключены эффекты и инструменты для обработки звука при сведении. Я имею ввиду эквализацию, частотную коррекцию, пространственную обработку и динамическую. Сделано это для того, чтобы выводить звук из Addictive Drums 2 в цифровую рабочую аудиостанцию и там уже выполнять необходимую обработку. Почему это стоит делать и как это нужно выполнять вне Addictive Drums 2 я показывал в третьей части видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы не нашли ответа на вопрос, который искали в этой серии обзоров, пишите вопросы в комментариях и скорее всего ответы на них появятся в рубрике «Видео ответы». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посещайте нашу группу ВКонтакте. С вами был Стюарт Рич, всем пока и до скорого!